Я, это тоже мой первый опыт, я обучаемый, но я очень люблю, я люблю своих детей, вообще семья это, еще раз повторюсь, она мне очень дорогая, это моя ценность, самое главное, поэтому после того, как мы завоевали Куба Гагарина, я нашел возможность с Геннадьем Николаевичем Тимченко найти компромисс, чтобы меня отпустили, хотя у меня были еще трудовые соглашения, иметь возможность понянчиться, я мало видел своих детей, хотя бы сейчас, а то поезд уйдет, уже его не вернуть. Это такие моменты в жизни, которые для меня очень дорогие. Андрюшка мне, мой сын, он мне как-то звонит зимой, пап, у нас завтра факультатив, то есть свободная тренировка, и мы там приходим, там ребята кататься, ну по желанию, приходи, приводи Ванюшку. У меня сейчас захватывает эмоции, потому что то же самое, то же самое было с моим сыном, он где-то с двух лет был, ну постоянно в раздевалке был всегда со мной, я учил его, когда он был маленький, кататься. Да, я его брал на руки, и в ботиночках еще просто давал возможность скользить по льду, катил, то есть вот это ощущение, когда тебя дают возможность, ты вроде на льду, и ощущения грандиозные, я думаю. Может быть, да. И вот он мне позвонил, говорит, привози. Теперь он его взял и так же возил. Ну, как я сказал в руководстве ГУТОРОН, потому что сейчас вхожу в попечительский совет, я говорю, наша задача, потому что мы сейчас готовим программу, стратегию до 2025 года в клубе. Один из пунктов, я сказал, и задача семьи Быковых воспитывать следующее поколение игроков ГУТОРОН. Ну, уже он ощутил лед, но попозже, попозже, не нужно.